Да, вы знаете, есть целый блок причин, что ли. Но эти причины можно разделить на две категории. Внутренние и внешние. Если мы смотрим на внешние причины, то это прежде всего изменение мировой конвентуры. То есть изменение мировых цен на те или иные продукты. Вот, например, допустим, тот же подсолнечное масло. Почему произошло у нас подорожание? Потому что выросли экспортные цены на этот вид, на эту продукцию. Почему это произошло? Но если в глубину смотреть, то подорожание подсолнечного масла в мире произошло за счет резкого ограничения производства именно масла пальмового, как это ни парадоксально. Поэтому рынок переориентировался, и производители той или иной продукции переориентировались в частности на масло подсолнечное. Это произошло подорожание. Для того, чтобы это нивелировать, этот негативный элемент, правительство ввело соответствующие квоты и пошлины, на экспорт семян подсолнечника и на экспорт подсолнечного масла. Потому что мы видели картину такую, например, что, допустим, экспорт подсолнечного масла в Китай за последнее время вырос более чем в два раза. Соответственно, производителям выгоднее продавать продукцию дороже. Я так думаю, что сведение вот этих пошлин и квот на экспорт этого вида сырья рост цен должен остановиться. Но я не думаю, что это произойдет вот именно сегодня-завтра. Я так думаю, что в ближайшую перспективу все-таки эта тенденция будет позитивная для всех нас. Ну и второй блок причин – это внутренние причины. Это подорожание определенного рода сырья для производства тех или иных продуктов. Например, изменение в цене яйца произошло в большей степени из-за того, что подорожали, собственно, корма. Корма подорожали почему? Потому что в Крыму засуха мы не могли произвести достаточное количество кормов для того, чтобы обеспечить потребности птицеводства Республики Крым. Поэтому нам нужно было их завозить. Соответственно, такая же примерно ситуация и по сахарной свекле. То есть производители ее сталкиваются с определенными сложностями с формированием себестоимости продукции, чтобы цена на этот вид продукции была приемлема для всех крымчан. А что касается прогнозов, есть ли вероятность, что цены упадут до прежнего уровня или хотя бы немного станут меньше? Ну, сейчас говорить о том, что цены упадут, наверное, не стоит, потому что сейчас в преддверии Нового года цены у нас обычно никогда не падают. Но я так думаю, что после Нового года ситуация стабилизируется и мы увидим тот рост цен в приемлемых, так скажем, в инфляционных в среднем по России тенденциях.